Добрый день, коллеги! Выдалась минутка и меня попросили записать видео по работе с обтурационной системой. Я взял первую попавшуюся. Это первая моя обтурационка, которую я приобрел в 2016 году. Сейчас ее убивают курсанты каждую неделю, поэтому она такая видавшая виды. Но тем не менее, у меня на данный момент 5 обтурационных систем. Я общался с большим количеством стоматологов, которые работают различными обтурационными системами Кокса в том числе. И я в общем могу рассказать о том, какие основные ошибки делаются при работе с обтурационными системами. Значит, начнем мы с инжектора C-FIL компании Кокса. Потом пару слов расскажу и о плагере. Значит, как необходимо ухаживать за инжектором и какие основные ошибки происходят. Значит, для начала 99,9% всех проблем, которые механических, я имею ввиду, которые есть с обтурационной системой, это все механические проблемы. То есть, вызванные чрезмерно сильным давлением на какие-либо части автурационной системы, либо просто неправильным выполнением каких-то процедур. И как мы уже разбирали на вебинаре по сепарированным инструментам, у поломанных файлов только две причины. Ну, опять-таки на 99% случаев это слишком сильное давление, слишком долгое использование. Поэтому, даже если вы хрупкая девушка роста метр шестьдесят, и вы считаете, что вы в принципе давить не можете, я сейчас молчу уже о мужчине роста метр девяносто, то вспомните, как выглядят плагера с курсов, которые я специально взял. Ну, то есть, они все жутко погнуты. И повторяю, ну, так как большинство терапевтов это все-таки девушки, то вот в основном они так это игнут. Поэтому замечательно это все гнется и механически ломается. Значит, что необходимо помнить по обтурационной системе? Первое. Ну, несмотря на то, что здесь замечательный аккумулятор, который хватает примерно на 15 маляров, производители рекомендуют держать постоянный инжектор на базе. Это не касается плагера, потому что здесь зарядки, ну, как минимум мне хватает где-то на полгода. Вот. То есть, периодически меня вообще спрашивают, а надо ли их заряжать или они подпитываются по Wi-Fi. Все действия с инжектором необходимо проводить только в нагретом состоянии. Поэтому нажимаем кнопку и ждем, пока инжектор нагреется. По поводу того, на какой температуре работать. Кто-то из нас любит горячий кофе, кто-то любит холодный кофе. Это не хорошо, не плохо, это вопрос привычки. Та же самая ситуация с температурой. Кто-то любит более густую гутеперчу, кто-то более мягкую гутеперчу. В этом нет ничего плохого. Плюс иголки, с которыми вы работаете, могут быть разные. Поэтому, если вы работаете в широком канале, широким апоксом, вам необходима более низкая температура для того, чтобы гутеперча была густой и не выдавилась лишнего. Вы ставите минимальную температуру. Вам необходимо пропаковать какие-то латерали или длинный канал. Вы ставите более высокую температуру для того, чтобы гутеперча была более текучей. У вас широкая иголка, вам нужна ниже температура для того, чтобы не вытекало или излишки в большом количестве У вас тонкая иголка, вам нужна наоборот текучая гутеперча для того, чтобы удобнее работать Более того, даже если вы работаете гутеперчи одного производителя, то так же как и обои одной партии не могут быть одного цвета То есть если вы сейчас купили 5 пачек и через полгода вам необходимо будет докупить Вы приедете на базар, вы купите ту же партию обоев, но они будут незначительно отличаться по цвету То же самое и с характеристиками гутеперчи, то есть она может отличаться по своим свойствам Поэтому покупая следующую упаковку, поставьте температуру и попробуйте добейтесь той температуры, с которой вам корректно работать Итак, мы подождали пока пистолет нагрелся до минимальной температуры 160 градусов После этого можно с ним начинать работать Что мы делаем? Мы накручиваем иголку Вы видели, я протер кончик пистолета, прежде чем накрутить иголку Берем специальный ключ и прижимаем иголку достаточно плотно Следующее, когда иголка немножко нагреется, ее можно согнуть для более удобной работы в полости рта И сгибание иголки происходит следующим образом Между двумя валиками зажимаете Вот так, чтобы на камеру было удобно И сгибаете примерно до вот такого, может быть чуть больше состояния То есть изгиб должен быть плавный В случае, если вам необходимо работать на верхней и нижней челюсти Нагревательная камера гнется Все, в таком примерно положении вы работаете То есть для верхней челюсти поставили вертикально, выдавили Следующее, часто жалуются на то, что ломаются иголки Ребят, они ломаются, опять-таки, чисто механически Мне одной иголки хватает примерно на полгода Почему ломается иголка? Вы взяли иголку, поставили в корневой канал Ее можно поставить аккуратно То есть вы поставили, вытащили Ее можно вытаскивать вот так С вот таким звуком Это я постоянно наблюдаю на курсах При этом чисто механически она вот здесь повреждается И начинает прокручиваться Не надо удивляться, если вы кидаете камнями в стекло Что оно в один прекрасный момент треснет То же самое и здесь Если у вас достаточный мануал Вы можете попасть в корневой канал, выдавить Вытащить Никаких проблем с этим нет Значит, следующее Мы оттестировали гуттаперч Я обычно работаю на 160 градусов Все Советую Особенно по началу То есть вот это у нас кнопка включения-выключения То есть вы включили, подержали Эта же кнопка используется для переключения температуры Убирайте палец с этой кнопки Когда начинаете работать Берите пистолет таким образом Почему? В самом начале вы включили Подождали, пока пистолет нагреется Потом случайно куда-то отвлеклись Указательным пальцем нечаянно нажали кнопку Пистолет выключили Он охладился Вы продолжаете давить на курок Внутри гуттаперча уже застыла В холодном виде гуттаперча почти как пластмасса То есть она забивает все пружинки, все шестеренки в пистолете И попытка выдавить на пистолет Не обращая внимания на то, что он уже выключился Приводит к тому, что Вы пытаетесь механически поломать пистолет Потому что вас что-то не давит Следующее Я понимаю, что в американских мультиках Шестизарядный пистолет стреляет все два часа Но, ребят, гуттаперча заканчивается В среднем одной палеты хватает на два маляра Поэтому, как узнать, что гуттаперча закончилась? Когда толстая часть поршня Дошла до пластика Вот таким образом Это значит, что гуттаперча закончилась Ее надо поменять Следующее Вот эти любые щелчки Это признак того, что что-то происходит неправильно Иногда из-за высокой или низкой температуры Пистолета И также это может быть Если пистолет плохо очищен Курок не срабатывает Не захватывает новую порцию гуттаперчи Измените температуру Поставьте выше или ниже Или и почистите пистолет Потому что Когда внутри много Нагоревшей старой гуттаперчи Поршень плохо работает И за счет этого иногда Не захватывается гуттаперча Как ухаживать за пистолетом За пистолетом ухаживать следующим образом Производитель рекомендует Это делать в конце каждой рабочей смены Значит Вы в горячем состоянии Выкручиваете иголку Кстати, если не очищать пистолет Точно так же Внутри нагорает гуттаперча И забивается термодатчик Это может приводить к тому Что вот здесь горит слово Эрор То есть какая-то ошибка Если на нее так же не обращать внимания То есть, казалось бы Что-то красненькое горит То есть пистолет работает Но на самом деле В тот момент, когда горит эрор Пистолет холодный То есть им нельзя работать Это повод отправлять пистолет в сервис Потому что что-то произошло Итак Для того, чтобы очистить пистолет Необходимо выкрутить иголку В горячем состоянии Вытащить поршень Кстати, проверьте В наборе к обтурационной системе Есть куличек с 10 белыми уплотнительными кольцами Они периодически лопаются И сюда надавливается гуттаперча Для того, чтобы этого не было Проверяйте целостность уплотнительного кольца И так же в инструкции это все есть Но инструкцию уже читают только трусы Перед первым использованием обтурационной системы Производитель рекомендует поджать кольцо с поршнем Для того, чтобы его слегка расклинить И оно более плотно заполняло внутреннюю камеру Потому что в состоянии завода Кольцо идет недожатое Я не знаю по каким причинам Значит все Мы вытащили поршень Мы вытащили иголку Выключаем пистолет Я напоминаю, что рекомендуется это делать В конце каждой смены Если вы видите, что у вас там пациент с каким-то премоляром То пожалуйста, для того, чтобы не было никаких проблем Палету гутеперчи можно разрезать пополам Вот таким образом И тогда вам ее четко хватит на один маляр Для того, чтобы не было перерасхода Все Мы дождались, чтобы пистолет немножко остыл Берем ершик, который есть в наборе Несколько капель растворителя для дугу гутеперчи Это может быть какая-то родная Какой-то родной растворитель дугу гутеперчи Я имею ввиду стоматологический Я пользуюсь эфирным маслом апельсином В обычной аптеке стоит там 2 доллара Все, 3-4 движения насквозь в пистолете Как с оружием проверяем Внутри все абсолютно чистое, красивое Все, на этом чистка закончилась То есть никаких проблем в этом нет Это все занимает буквально 1 минуту Иголку накручиваем назад Прикрутили Поставили поршень Поставили гутеперчи И пистолет готов к следующему дню работы Все, больше ничего с ним делать не надо Поэтому огромная просьба Не давится курок То есть вы додавили его до основания Отпустите палец Наберите новую порцию гутеперчи и работает Не идет поршень Вы нажимаете на курок, он щелкает Это значит опять-таки не произошло захвата гутеперчи Нету температуры Либо еще какие-то проблемы Не давите на курок Это самое лучшее с того, что я вам могу сказать Все, больше никаких проблем с этой операционной системой нет Еще раз, у меня из 5 штук поломана была одна Студенткой на курсе Случайно выключила то, о чем я говорил на эту кнопку Не обратила внимания Я отвернулся, она продолжила давить на пистолет Поломала курок и происходит трещина корпуса пистолета В принципе с инжектором все По плагеру та же самая ситуация Пару раз присылали в сервис Словами все, плагер поломался Нет, плагер не поломался Ребят, насадки на плагер Это расходный материал, как лампочки Они перегорают Чем больше вы его гнете Чем выше температуру вы ставите Чем дольше вы активируете кнопку нажатия на плагер Тем быстрее оно будет перегорать Я когда до аптурационной системы Кокса Я работал с Айброновской Аптурой и Систем Би Классная система, все хорошо Плагеров хватает достаточно надолго Но когда-то мне их хватало на полгода Но извините, там плагер стоит 120 евро И последний плагер, который я купил Мне его хватило на неделю Было очень неприятно Но тем не менее, еще раз Это расходный материал Я не могу сказать, насколько мне хватает Коксовского насадки на плагер Но я думаю, месяца на 3-4 Мне хватает при аккуратном использовании В принципе, все Я работаю на температуре 150 градусов Могу работать на температуре 230 Недавно на ютубе выкладывал видео Коагуляции Дисны Но в зубах я эту температуру не применяю Если вы сильно хотите работать на большой температуре Она рассчитана только на самые толстые варианты плагеров Тонкие рассчитаны на минимальную температуру Кнопка верхняя и нижняя абсолютно одинаковая Они рассчитаны на правшей, на левшей Плагер включается вот этой кнопкой И кратковременным нажатием происходит изменение температуры работы В принципе, больше я даже не знаю, что по нему сказать Но в наборе есть запасная батарея Которой я ни одной еще ни разу в своей жизни не пользовался Ну и напоминаю, что у меня в клинике есть микроскоп Кокса Циклир Правда, сейчас в базовой версии стоит Потому что коллеге необходимо было срочно Купить новый микроскоп И мне пришлось свой отдать И если у вас есть большое желание Вы можете приехать на него посмотреть По предварительной договоренности со мной В любом мессенджере вы можете меня найти Ну, наверное, на этом мы наш обзор закончим Следующий обзор будет по новому эндомотору компании Кокса Смарт Мини 2 Ну, это уже будет в следующий раз Большое спасибо и до скорых встреч!